Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Анатолий Тиханов. Мы собеседник. Сегодня научный сотрудник заказника Римндовский Марина Сиденко. Марина Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Марина Сиденко создала единственный в России центр по помощи Аистам. И он носит красивое название «Дом белого Аиста». Марина Сиденко была отмечена недавно премией «Народное признание-2019», победив номинации «Призвание». Ее имя зазвучало в СМИ и в интернете несколько лет назад. Марина Сиденко приехала к нам из другого региона. Но дело, которым она посвятила жизнь, нашло отклик среди многих жителей Псковской области. Поэтому она и победила. Марина, я вспоминаю нашу встречу, первую, очень хорошо. Кажется, это было так недавно. Я даже помню некоторые наши диалоги. Ну, например, такой. Вы сказали, что когда вы приехали в Себеж, Яндовске-то к Себежскому национальному парку относится, да? Совершенно верно. Вам там предложили место, по-моему, да и должность неплохую. И вы сказали директору, а у вас здесь болота нет. Я хотела бы в болото работать. Это было принципиально, это так, я ничего не сказал. Да, это было так. Дело в том, что в национальном парке Себежске там действительно болота имеются, но они все мелкоконтурные, то есть маленькие. Меня же интересовали обширные болотные массивы, потому что уже больше 10 лет на тот момент я занималась изучением редких птиц, которые живут именно на крупных болотных массивах. Потому что крупные болотные массивы – это, ну, можно сказать, что в современном мире это такой затерянный мир, где вот очень многие редкие виды находят себе последнее пристанище. Такие, например, как чернозубая гагара. Сейчас ее можно встретить в центральной полосе, вот на северо-западе. Только на озерах, которые сосредоточены внутри этих крупных болотных комплексов. В других местах ее нет. Либо это редкие кулики, такие как средний кроншник, большой кроншник, золотистая ржанка. Все они живут именно на таких вот труднодоступных, в таких труднодоступных удаленных участках, которыми являются болото. То есть вы сюда стремились? Вот именно в Псковский регион? Ведь вы вообще из Кубани, да, кажется? Нет, я из Ростова. Из Ростова? Из Ростова. Но все равно южная, все равно казачка. Да, донская казачка. Донская казачка. Но характер, я знаю, у вас есть. То есть вы, вот именно такой вот Псковский регион подходил для вас, как вот объект научного изучения. Но почему все-таки аистов? Много же птиц хороших вы перечислили. Я не могу сказать, что мне аист больше нравится. И я, в принципе, аистов не искала. Это такая, в общем, достаточно долгая история. Но поскольку я родом из Ростова-на-Дону, аисты там не живут. Это вы здесь привыкли к тому, что аисты живут рядом с человеком. И они для вас, в общем-то, совершенно... Как воробьи. Как воробьи, как голубицы. Я же в Ростовской области вот еще пока жила там до 30 лет. Я помню, мы проводили орнитологические исследования. И как-то на маршруте мы встретили там, по-моему, четырех белых аистов. Мы готовы были молиться на этих птицах. Для нас это было чудо. Чудо просто. Необыкновенное зрелище. Мы не могли налюбоваться им. И когда я приехала в 2002 году в Смоленскую область на работу, и, соответственно, осталось там жить. В Смоленской области тоже аистов очень много. И для меня это было удивительно. Ну и, в общем-то, я уже сколько? Вот 18 лет живу рядом с аистами. Теперь уже и в Псковской области. И я по сей день не могу привыкнуть к тому, что такие невероятно красивые, роскошные птицы, они живут так рядом с человеком, которым человек абсолютно не боятся. А название вы тоже придумали? Дом белого аиста? Что такое восточное, китайское? Как-то само собой так сложилось. Да, и аистов я совершенно не искала. Но просто уже вот в 2002 году, когда я попала на работу в Смоленской области, на меня посыпалось множество самых разнообразных птиц, которым требовалась помощь почему-то. Ну, это объяснимо, в общем-то, потому что национальный парк Смоленское по Азерье, там это единственная федеральная особо охраняемая природная территория, которая себя активно позиционирует как природоохранную организацию. И люди туда обращались за реальной помощью. В Смоленской области повезло гораздо больше. Здесь есть и заповедник, и национальный парк, и заказник федерального уровня. А там нет только национальный парк. Вот, и поэтому птиц поступало очень много самых разнообразных. Это были и хищные птицы, это были и цапли, и лебеди. Но вот аистов было больше всего среди них. И уже тогда, когда я жила там, уже стало понятно, что это действительно проблема. Причем это проблема абсолютно по всему гнездовому ареалу аистов, поскольку птицы эти живут рядом с человеком, и, соответственно, все беды, которые с ним случаются, они случаются на глазах у людей. Ну, а поскольку Псковская область, она находится по гнездовой численности белого аиста на втором месте в России, то, соответственно, и число обращений таких в разы больше, чем в других регионах. Вот я хочу представить, как вы живете. Вы живете в деревне или живете в лесу? Как среду вашего обитания? Среда моего обитания, да. Мы живем в деревне, но вот буквально до этого года нужно иметь в виду, что у меня были многочисленные полевые экспедиции, и мне приходилось жить на болотах. Вот мы говорили в начале нашего разговора о болотах. Вы можете себе представить, что женщина берет палатку на неделю уходит на болотах. Нет, вот этого я не могу представить. Вот, да. И вот уже больше 10 лет, это с 2006 года, вот я практиковала многодневные экспедиции, потому что все эти территории очень труднодоступны. Вы одна, никого нет. В принципе, конечно, по технике безопасности должен быть напарник, но при специфике работы такова, что далеко не всегда удавалось найти напарника, поэтому в качестве напарника чаще всего я брала собаку вдвоем с собакой, вот, да, вдвоем с собакой. Вот неделю живешь на краю болота, изучаешь птиц. Вы знаете, я много приходил считать по психологии, вот, есть такая точка зрения, люди вот вашей профессии, которые селятся в стороне от людей, вот в лесу, там, которые, метеорологи идут, там, где-то селятся, это люди, которым, ну, скажем, ну, не очень комфортно жить с людей, так считается, что им неинтересны люди, им интересен вот этот мир естественный, перевозданный, чем вот людские, там, толки, разговоры, сплетни, вот эта вот суета, то есть это какой-то уход от суеты, это правда? Ну, может быть, в какой-то мере, но я не могу сказать, что мне неинтересны люди, я обычный человек, и тоже я периодически страдаю от недостатка общения и интернета в этом смысле, конечно, очень здорово помогает, но все равно, я помню, я очень долго билась за интернет, вот в Смоленской области, очень долго у меня не было интернета, и вот когда я получила к нему доступ, боже ему, я нашла всех своих одноклассников, там, я нашла друзей, и там действительно вот ощущался недостаток общения, потому что, представьте себе, я до 30 лет жила в Ростове-на-Дону, где… В городе, крупный, миллионник, конечно, вот, большой круг общения, и вдруг я уезжаю в деревню, в практически заброшенный поселок, где вот общаться можно с кем, ну, разве что с соседкой, может быть, ну, и на работе там небольшой круг вот общения, и все, конечно, недостаток вообще не ощущался, вот, но вообще орнитологи говорят, Вячеслав Васильевич Немцев, орнитолог из Дарвинского заповедника, он говорил, кому-то нужны огни больших городов, концертные залы, а я сегодня вышел на берег Малоги, посмотрел, как пара орланов играет в небе, нет ничего прекраснее этого зрелища, всю жизнь я прожил на этой природе, и никогда об этом не жалел, вот, поэтому, ну, в общем, когда мне исполнилось 30 лет, да, в некоторой степени это было бегство, конечно, из мегаполиса, потому что на тот момент я поняла, что в большом городе я жить больше не хочу, я поняла, что большой город, он разрушает мою психику, я не хочу посвятить жизнь, она одна, я не хочу ее потратить на глупое зарабатывание денег, вот, я хочу какой-то более осмысленной, более спокойной жизни. То, что душа требует, да, душевное такое соответствие. Я, вы сказали, мы живем, с вами еще кто-то живет, то, то, что, какая ваша семья? Какая моя семья? У меня есть дочь, у меня есть муж. Понятно. Ну, обычная семья, три человека. Да. Вот. Я как-то, ну, мы с вами в друзьях, да, я листаю. Откроем тайну. Откроем тайну, да. Признаться, я только вас единственный раз увидел, когда вы получали вот эту премию, ну, в платье. Платье, да, вы все время в полевой форме, а у вас как вообще за гардеробом? Гардероб большой у вас? Есть что-то, вот еще что-то? Вы, для вас это очень важно. Что-то вы покупаете? Ну, в гардеробе приходится держать. Ну, что повода нет у вас особенно, но награждения какие-то. Да, награждения какие-то, еще что-то. Приходится держать платье, иногда приходится сапоги и фуфайку менять на платье, но нужно сказать, что в болотных сапогах и вот в полевой форме я себя гораздо комфортнее чувствую, чем в платье. Вы хорошо смотрите, кстати, мне нравится. Особенно вот эта вот шляпа у вас с широким поляля. Нет, хорошо, но у вас есть какие-то, какое-то парадное платье, театр, например. Бываете в театре приезжать? В Пскове ни разу не было. И уже давно не была. Последний раз, наверное, в Петербурге, это много-много лет назад, в молодости моей. А вот вы допускаете, что вот вы так вот всю жизнь проживете вот там на этих болотах, вы видите для себя такую перспективу. Она возможна? Она вас не пугает, не смущает? Нет, она меня совершенно не смущает. У каждого человека должен быть свой выбор. Я когда-то сделала свой выбор. Я уехала как бы в деревню, меня вполне устраивает тихая деревенская жизнь. Если мне хочется каких-то развлечений или городских благ, я приезжаю. Здесь оказалось достаточно удобно ездить в Москву, достаточно удобно ездить в Петербург. И одного дня в Москве, в Петербурге мне, в общем-то, хватает за глаза. И дальше я хочу обратно к себе в деревню, чтобы меня никто не трогал. Ну вот, кстати, сказать, в связи с истинным проектом я уже в какой-то мере становлюсь публичным человеком. Уже стали, да, да, да. Ну, это, в общем-то, неизбежность, потому что проект нужно продвигать, иначе тебя никто не будет знать, да. Вот. Не могу сказать, что я никогда не хотела быть известным человеком. Там кто-то вот говорит, там, ты, может быть, ради известности это делаешь. Такое говорят, да? Ну да. Что ты хочешь? Быть богатой? Да нет, не хочу я быть богатой. На, из таких, да. Да, ты хочешь быть известной. Да никогда я не хотела этого. Ну, просто вот есть такая проблема, если этим не заниматься, то она не сдвинется с места. Вот. Вот. И очень много журналистов. Буквально каждую неделю мне приходится несколько интервью давать, и записи на телевидении есть. Поэтому я не могу сказать, что мне это нравится. Я бы хотела тихой, спокойной жизни. Вот. Да. Но, к сожалению, это вот издержки. Я это учту. Я это учту. Но у вас есть помощники? Люди, которые вам помогают, которые привозят аисты из районов? Ну, мы знаем, что это... Естественно, такую гигантскую работу в одиночку ее проводить невозможно. И, к счастью, у меня есть помощники. Есть ребята в Смоленской области, которые помогают мне вести социальные сети. Есть мой партнер, партнерша, можем сказать так. Дама, которая живет в Москве. Она помогает, вот если нужно там в какую-то удаленную точку съездить, вплоть до того, что в Тверскую область нужно съездить. Она поедет, привезет этого аиста. Псковская область очень хорошо встретила наш проект. У нас очень много единомышленников нашлось. И вот сейчас в Апочке много наших друзей, которые... Кто это? Можно назвать? Ну, это, например, врач больницы в Апочке Елена Петрова, которая активно в это включилась. Это Елена Корнеева из Апочки, которая многодетная мама, у нее 10 детей. Тем не менее, у нее такая широкая душа, что она помогает и собакам, и сказала, я буду помогать Аистам. Что она лует Аистам? Нет, она не лует, но помогает, если нужно куда-то съездить, там еще что-то. Вот эта вот история с неулетевшим Аистам, да, она тоже очень принимала там деятельное участие и помогала с транспортом. Ну, в общем-то... Десять детей и... Да. Да. А, кстати, вот многодетные люди, они очень часто откликаются вот именно на такие вот добрые проекты, помогают кошкам, собакам. У них много детей и много животных, и, наверное, это нормально и хорошо. Вот, кстати, о помощи кошкам и собакам. Ну, вообще, животным, вот... Что там с крователем? Люди так говорят, что давайте вначале вот бедным поможем, а потом уже животным. Как вы считаете? Ну, я считаю, что помощь, ее не нужно делить на помощь там инвалидам, старикам, детям, животным. Помощь, она и есть помощь. И, в общем-то, уровень цивилизованности общества, он как раз-таки определяется тем, как мы относимся к тем, кто слабее нас. И в данном случае, если кошкам, собакам, Аистам нужна помощь, то мы должны оказывать эту помощь. И я думаю, что это только хорошо, это плюс нам всем. Ну, да. Надо все делать, и то, и то. Это, конечно, такой вопрос нельзя ставить. Но, я продолжаю листать страничку в вашем интернете, нашел такой любопытный репост ваш. Принципы жизни на страничке. Они скачаны на вас с сайта храма Старого Вознесения, это Пскове. Я как понял, они вам близки очень. Да, именно поэтому я верхние записи поставила. И, прежде всего, для того, чтобы я сама это видела, вот, я думаю, что это очень хорошие принципы. Делай свой голос значимым, услышимым для мира, да. Вот это у вас есть, да? Да. Вас услышали. Да, уже услышали. Ну, вы там вообще... Там много всего хорошего. Да, вы там напоминаете, что жизнь скоротечная, мы не знаем, когда мы погибли в мир, поэтому мы должны следовать каким-то правилам. Иначе для чего мы живем? Для чего? Для того, чтобы купить там какую-то вещь? Да, по-моему, это безумие. Нет, мы приходим... Наша жизнь – это испытание. Она состоит из многочисленных этапов, и каждый этап – это как вот игра, каждый уровень все сложнее и сложнее. В детстве определенные испытания, с возрастом эти испытания становятся сложнее и сложнее. Я думаю, что потом уже вот на выходе просто как бы идет анализ того, а что ты хорошего и доброго сделал в этом мире. Вот. И я думаю, что да, это очень важно. Мы приходим в этот мир для того, чтобы сделать его чуточку добрее, для того, чтобы делать, вершить добрые дела. Добро, оно возвращается, точно так же, как и зло возвращается. И я считаю, что нужно делать добрые дела. Да, истинный проект – это один из таких добрых проектов. То есть у вас такой религиозный взгляд, да, на действительность, на жизнь? Да, я крещеная, я хожу в церковь, я православная, вот, я этого не скрываю. В общем-то, у меня, к сожалению, не очень много времени для того, чтобы регулярно посещать церковь, и, наверное, это плохо. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что если бы, вот у нас там люди делятся на материалистов, да, этих… Атеисты, верующие. Атеисты. Но на самом деле, я думаю, что в христианской вере очень много хорошего. И если бы люди жили по заповедям Божьим, то мир бы был намного лучше и прекраснее. Вы посмотрите, они ведь, в принципе, очень простые, эти заповеди. Но как сложно их соблюдать. Да, хотя бы одно. Невероятно сложно, невероятно. Но надо стремиться к этому, да. Ну, вот я все же хотел бы еще раз вернуться к тем вот, к этому репосту. Вот, например, такое. Вот очень хорошее правило в нашей скоротечной жизни. Замечаю в жизни хорошие моменты. Вот у вас много хороших моментов? Чего больше у вас? Наверное, больше все-таки у вас положительного при вашей работе. Конечно. Конечно. Прежде всего, природа. Вот я ездила недавно в Санкт-Петербург, да, и буквально вот на днях вернулась из Москвы. И меня посетила такая мысль. Люди живут в каменных джунглях, они совершенно не видят дикой природы. Но из чего состоит их жизнь? Рано утром они ушли на работу, они целый день работают. Суета. Да, вот бесконечная суета. А жизнь проходит. И даже мы в деревне вот с соседкой разговаривали, она говорит, боже мой, эта работа, она отнимает столько времени, мы же за ней жизни-то не видим. Мы не видим, как цветут яблони, мы не видим, как распускаются первоцветы, потому что вот бесконечная вот эта суета, я думаю, что это плохо. В определенные моменты нужно останавливаться и смотреть по сторонам. И я в этом смысле, в общем-то, наверное, мне больше повезло, чем некоторым другим, потому что мы живем все-таки в деревне, и работа такая, что очень много времени проводишь в дикой природе. Да, и вот болотные экспедиции, это как раз-таки была возможность отключиться от всего. И вот когда происходит такая определенная перезагрузка, ты один наедине с природой, ты чувствуешь себя частью этой природы. Да, вот происходит переосмысление. Вот, к сожалению, поймала себя на мысли в этом году, что нужно отказываться от этих недельных экспедиций, потому что аистов становится так много, я уже не могу позволить себе уехать на неделю и бросить все. У меня нет реальных помощников, которые бы вместо меня остались. Да, но вот обслуживающих персонала нет. Поэтому, к сожалению, придется с этим прощаться. Вас всегда понимают вообще? У вас есть какое-то противодействие? У вас есть от людей разных, от должностных лиц, например, каких-то, ну, вообще от людей, которые каким-то образом имеют отношение к нам? Ну, это, наверное, невозможно, чтобы всегда понимали. Конечно, находятся какие-то острые углы. И вот поскольку я сотрудник особо охраняемых природных, системы особо охраняемых природных территорий, да, мне очень не нравится, что наша работа, она становится какой-то формальной. Вот уже неважно, насколько ты заинтересован в охране природы, какие добрые проекты там продвигаешь. А важно то, чтобы вовремя был сдан отчет бумаги. Так всюду так. Да, понимаете? И мне даже говорили, а что ты напрягаешься, зачем ты ходишь вообще в эти болота, в эти экспедиции? Это же тяжело физически, там, в жару, в холод. Вот зачем вот истязать себя физически, если можно лежа на печке сочинить этот отчет научный, да? На коленке. Да, на коленке. Видела там того, там то и все. Это ваши коллеги, да? Да, ну и коллеги говорили, и в деревне говорили, там, где я жила, и даже близкие мне говорили, а зачем ты себя мучаешь? Вот. Но на этот отчет я говорю, что нет, извините, существует научная этика, и я научный сотрудник, и я так не работаю. Вот. И понятно, что у нас же никто не проверяет, никто не пойдет, не проверит, а эта птичка там есть или нет. Это все на дочери, да? Вот. Поэтому существует определенная научная этика, и я считаю, что так нельзя. Да. И вот в нашей работе в природоохранной, конечно, очень хотелось бы, чтобы поменьше было этого формализма, потому что, ну, вот, становится его неимоверно много. Вы знаете, это все, да? Это, по-моему, суть многих наших предприятий, организаций. Вот с кем ты не сталкиваешься, ну, вот тебе по работе звонишь, договориться с кем-то надо, да? Ой, мы отчет составляем, ой, мы там пишем. Много бумаги, очень много. Так вот, казалось, что придут компьютеры, они нас спасут от бумаг, да? Они говорят, что еще хуже стало. А стало еще хуже, на самом деле, бумаг стало в разы больше, и вот, ну, просто они теперь переходят в электронные виды, эти бумаги, но бесконечные планы, отчеты. Пока ты написал план, уже нужно писать отчет. Отчет квартальный, отчет годовой, боже мой, ну, это кошмар просто какой-то. Ну, потому что благодаря вам заняты люди, которые на более высоких уровнях находятся, потому что они эти отчеты читают, подшивают и хранят. У них есть работа. Бумаготворчество. Да, бумаготворчество. Ее никак не изжить. Хотелось бы больше практикой, конечно, заниматься и приносить больше пользы именно на практической. Вы выиграли суд у арендатора. Это второй случай в России, когда арендатор был оштрафован за то, что он нарушил это вот пространство, в котором должен жить. То есть, он нарушил закон. Нет, там скопы были, я поправлю вас. Скопы, да, скопы. Сюда, да, да. Хищные птицы. Хищные птицы, да. Вот сколько вам потребовалось времени и усилий? Вообще, как арендаторы вот одно? Они вообще понимают или на вас смотрят, как, ну, ночную женщину, которая какие-то птицы охраняет, а в то же время стоит леска, на которой можно заработать. Ну, да, конечно, арендаторы тайно надеются, что мы куда-нибудь отсюда уедем или что-то. Вот. Поэтому они все время, конечно, мониторят эту ситуацию, потому что, ну, не буду лукавить. Я очень многим мешаю Псковской области, да. И я считаю, не знаю, когда-нибудь будет это ценено или нет, но реально для Псковской области, для охраны природы здесь, я считаю, что я сделала уже достаточно много. Достаточно вспомнить и выделение особо защитных участков леса на берегу Чудского озера, которые произошли, в общем-то, во многом благодаря моему участию. Сейчас мы боремся за то, чтобы эти особо защитные участки леса были выделены на восточном побережье Псковского озера. Пока что еще не добились этого. Вот. Прецедент вот суда, когда арендатор получил штраф полмиллиона за рубку вокруг Нескопы, да, это реальная работа, которая отнимает много сил, да, много сил, много нервов отнимает. Ну, зато положительный эффект, конечно, есть от этого. Но арендаторы, конечно, конечно, они ждут. Они ждут, когда изменится либо законодательство, либо, мало ли, может быть, у меня что-нибудь со здоровьем случится. Или вы уедете. Да, или я уеду. И тут я узнаю недавно, что арендатор, оказывается, узнал про истинный проект. Он даже мне перечислил 500 рублей на этот истинный проект. Ну, нас же поддерживает финансово, в общем-то, население. И написал сообщение. Я гордо, чтобы я знала, что кто этот арендатор. Ну, я, конечно, поняла, о ком идет речь. Это тот, который был оштрафован. Да, да, тот, который был оштрафован. И я думаю, что он про себя думает, господи, как хорошо, пусть она занимается аистами, только в лес не лезет. Я думаю, что так он думает. Ну, ничего, лес тоже никуда не уйдет. Ну, я думаю, что это комплимент. Он оценил вашу, так сказать, вас как соперницу. Да. Скажите, вообще трудно добиться вот этой правды? Трудно. Конечно, трудно. В чем дело? В законах? Или же требуется какое-то определенное? Ну, я понимаю, что доказательства нужны. Или же опять бюрократия? И бюрократия в том числе. Многие не хотят работать. Вот, например, никто не отвечает на вопрос, каким образом, как так случилось, что 80% леса в заказнике оказалось, федерального заказника оказалось в частной аренде. Каким образом? Никто не дает на это ответ. Ни Минприроды, ни комитет по природопользованию. Все говорят, что все в порядке, никаких нарушений закона нет. Ну, как же? Это наше с вами национальное достояние леса. Почему он оказался в частных руках? И фактически навечно. Ведь 49 лет аренды, а потом эта аренда будет продлена. И как так вообще? Как так случилось? Говорят, у нас леса много. То есть, перспектива вот этих лесов на северо-западе, она такая неутешительная. Их будут вырубать, и все по закону, да? Ну, на сегодняшний день те леса, которые находятся в пределах особо охраняемых природных территорий, они в особом статусе. Это особо охраняемые природные территории, которые имеют свой определенный режим. И если в режиме прописано, что все виды рубок запрещены, то они запрещены. Там гораздо сложнее все это сделать. И слава Богу, что так есть. И поэтому вот этот статус, он пока защищает лес заказника. Будем надеяться, что ничего не поменяется в законодательстве. Но наше законодательство, оно такое переменчивое. Подзаконные акты начнут принимать. Да. У меня болит душа за ремдовский заказник, потому что, ну, я уже прикипела к этому месту, много сил уже потрачено на него. И когда я сюда приехала, я даже не ожидала, что такое невероятное количество проблем оказалось. Потому что даже коллеги говорят, ну, что ты переживаешь? Ну, оказался этот лес в аренде, да и пусть он. Это уже, ну, он как бы оказался в аренде. Это задним числом уже чего-то поднимать. Но нет, я считаю, что тут нужно разбираться, и эту аренду нужно снимать оттуда. И это государственный лес. Ну, о какой час на аренде может идти речь? И таких вопросов их достаточно много. Вот. Конечно, невероятно красивая природа Псковской области. Невероятно красивый Гдовский район. Посмотрите, какая роскошная природа. И что с ней делалось? Ведь люди в том же Подборовье, они, ну, больше порядка 10 лет, наверное, потратили на борьбу на то, чтобы остановить рубки. Причем это рубки на побережье Псковско-Чудского озера. А потом мы говорим, извините, озеро милеет, там какие-то катаклизмы. А что вы хотите? Если вы в прибрежной полосе вырубаете лес, это же понятно, что его нельзя вырубать. Кроме того, такие, такая совершенно потрясающая красивая природа, такие ягодники, грибные места, да. Но лес вырубается, и все, соответственно, и никому эти вырубленные леса, они уже не будут интересны, эти места вырубленные, никому не будут интересны. Они прекрасны, интересны до тех пор, пока там есть лес, вот этот вот роскошный лес, который растили еще при Советском Союзе. Поэтому нужно, конечно, очень хорошо, что остановили рубки на побережье Чудского озера и сохраняют эту территорию. Она заслуживает этого. Ну, рубки, вы знаете, от Балтийских морей до Тихого океана идут, причем вырубают. Ну, этому способствовал новый лесной кодекс в 2006 году, который был принят, который вот этот беспредел допускал. Убрали лесников, да, развалили все это. Все развалили. Причем нам на всех уровнях говорили, международных, и лесники в практике говорили, что нельзя так делать, нельзя сокращать, никто ничего не хотел слышать. Теперь говорят там с высоких требований, да, да, кто-то пролоббировал. Кто пролоббировал? Ну, не скажем. Кто-то пролоббировал. Конечно, большие деньги. Это очень большие деньги. Точно так же, когда отдавали в аренду заказник, а вы, государственный комитет, а вы разве не знали, что это федеральный заказник? Как вы с аукционов могли поделить территорию заказника между тремя арендаторами и отдать ее в аренду? Разве это не государственное преступление? Ну, вот так случилось. Да. Ну, хочется надеяться, что вроде бы сейчас власть, ну, правительство вроде как стало обратить внимание, там окрики были, чтобы ну, ну, чтобы как-то это дело взять под особый контроль, тем более, что большой ущерб носят еще и пожары. Да, конечно. Слава богу, такого не было еще. Миновала нас эта беда в этом году. Пожары были, ну, там на берегу, в общем-то, лес особо не горел у нас. Ну, да, есть такая беда тоже. Вот местные жители, они как-то, как вы с ними бываете. Как вообще люди вот воспринимают природу? Они что, считают, что вот это лес, это вообще природа, это так водоваяц, который можно черпать и черпать. Грабить. Грабить, да, да, да. И птицы, и все. Ну, сейчас время такое интересное. Ну, и люди, конечно, разные. Многие люди считают, видите, жизнь тяжелая, а как им жить? Вот работы нет, да. Во-первых, в Псковской области многие люди, как первобытные, они ведь занимаются собирательством. Посмотрите, я в этом году была шокирована. В заказник приезжают собирать клюкву, собирают ее картофельными мешками огромными. Приезжают целые заготовительные бригады, там по 5, 7, 10 человек. Машина-буханка, вот она набита этими людьми. И это не дедушки-бабушки, это молодые парни, которым нужно работать где-то на стройке, еще где-то. Они все на заготовке ягод, представьте себе. Она выгоднее просто, выгоднее. Да, они в открытую сказали, что мы таких денег больше нигде не заработаем. Вот, и поэтому очень многие, как первобытные, живут собирательством. И лес-то людей кормят. Они собирают, сдают грибы, ягоды и живут за счет этого. Вот, и поскольку это деньги, многие из них, в общем-то, живут как последний день, да, вот сегодня. А точно так же и те же арендаторы. Им нужно по-быстрому набрать денег, спилить лес, заработать на этом денег. А у некоторых из них и двойное гражданство. Вот, а их уже не волнует, что здесь останется. Они не планируют здесь дальше жить. Они уедут там в Израиль, еще куда-то. Понимаете? И такой момент есть. Вот вы знаете, вот, как вот пишут люди, которые знают эту ситуацию сами. У нас на Дальнем Востоке, в Сибири, вы знаете, как леса вырубают, скажем. А вот в Северном Китае этого нет. Там тоже леса. Они свои, у них свой, у них порядок. Это что, законопослушность такая? Воспитание? Вот вы тоже очень много знаете, что по... Я думаю, что это политика... Сознание людей должно быть. Политика страны. Политика страны, политика руководства. Конечно, когда у нас до руководства дойдет, что нельзя так относиться к собственной природе, вот, то... Ну, вроде дошло, об этом говорят, критикуют. Или очень большая страна, все не удержать. Конечно, сложно управлять. У нас же очень... Россия, матушка, очень большая. Большая матушка и леса. Там есть такие леса, до которых только на самолете можно добраться, машины просто не дают. И там можно вырубать все, что угодно. Да. Ну, все же, наверное, какое-то сознание. Наверное, со школы это нужно. Вы в школу ходите, там общаетесь с ребятами? Как дети вообще? Да, мы проводили... В этом году не проводили занятия, но по техническим причинам нашим внутренним. Но в прошлом... В прошлые годы мы ходили к детям, да, проводили занятия. Конечно, это нужно, начиная с детского сада, вот, рассказывать о том, что нельзя мусорить в лесу. Нужно бережно относиться к животным и чтобы... И к растениям. И чтобы это были не просто слова, а на практике как-то их побольше вот в лес таскать. Ну, конечно, это должна быть планомерная работа, выстроенная вот с самого рождения и, в общем-то, на протяжении всей своей жизни нужно учить. Чтобы дети приходили, они родители учили, дедушек, бабушек. Вот, если они что-то не делают так, тоже объясняли. Ну, тут очень много пробелов в этой работе. Как вы ладите с своими питомцами? Они же ведь тоже, у них характер свой есть, да, надо... Подход каждый, да? Да, конечно, вот, особенно, когда мы пересаживали, ну, в вольере они уже усиделись, в общем-то, в летнем вольере там уже группа была сформированная, а вот когда пересаживали в зимнее помещение, и там-то помещение не такое большое, там несколько вольеров, нужно было их делить на группы, то, да, сначала рассадила так вот, как я считала нужным, и внимательно наблюдала за взаимоотношениями, потому что нужно рассаживать по дружественным группам. Если ты видишь, что какие-то птицы конфликтуют, нужно их немедленно рассаживать, и для этого, да, нужно тоже время, чтобы обязательно наблюдать, вовремя пресекать эти драки, конфликты. Ну, так же, как у людей все, в общем-то. Ну, все, как у людей. А потом они становятся на крыло, улетают, да. Да, сейчас уже все нормально, они все уже примирились к своим соседям, вот теперь мы дружно ждем весны, когда же, наконец-таки, она наступит. Она уже есть. Да, в этом году зима такая, что ее практически нет, вот, поэтому вполне может быть, что уже в конце марта мы будем высаживать аистов в уличный вольер, и начнутся новые этапы в жизни, они получат доступ к свободе, вот те, кто летают, будут летать, поэтому... У вас в виде наблюдения ведь ведется, да, где гнездятся птицы, там у вас видеокамеры даже есть, да? Пока что у нас видеокамер нет, но, в принципе, мы планируем, у нас есть фотоловушки, да, мы планируем это тоже ставить. Ну, мы знаем, что некоторые птицы, вот, которые улетели на юг, теплые края, они не вернулись. Пока что мы не знаем. А, вы имеете в виду, вы, наверное, о Скопе говорите, о Вадиме, да? О Скопе, да, о Вадиме, о Скопе, о Вадиме. Вадим, за которым велось спутниковое наблюдение. Да, он пропал, ну, потому что, когда птицы улетают на зимовку, и во время миграции их подстерегает, конечно, множество опасностей, потому что мигрируют они в том числе через страны, где охотятся на этих птиц, и охотятся даже не для того, чтобы их есть, а развлечения ради, вот, поэтому мигрируют они в том числе через, аисты мигрируют в том числе через территорию Ливана многострадального, печального, где, в общем-то, была такая народная традиция, местные парни выходят в период миграции, а там летит очень много птиц через них, и просто выстраиваются, и стреляют мигрирующих птиц, и в том числе сотнями отстреливают аистов. Вот, поэтому мы, конечно, очень переживаем. Да, скопа Вадима, она же такая была, у вас бренд вашего, да, заказника была. Да, очень жаль, скорее всего, он погиб каким-то образом. Вот, с другой стороны, на запад у вас Эстония находится, они не тоже аисты, вы с ними сотрудничаете? По поводу аистов не сотрудничали, вот у них там нет реабилитационного центра эстиного, и мало того, они считают, что как бы не надо вмешиваться вот в дикую природу, то есть пусть аисты сами там справляются со своими бедами, если они не улетели на зимовку, то это их проблема, то есть они как бы не ведут такую работу, вот, ну, если нужно, они консультируют, помогают там какими-то советами, вот, допустим, там, как отловить там взрослого аиста или еще что-то такое, вот, а так, совместный проект у нас был по хищным птицам, в этот проект входили скопар, лан, белохвост и беркут, в основном, это три таких вот ключевых вида, по которым работа велась, и накоплена большая база данных, вот, ну, в принципе, в целом, да, мы поддерживаем отношения с коллегами, тесные, дружественные, рабочие. Сколько это вашей дочери? Вот, будет уже скоро 17, она взрослая. Понимаете, что я не зря спросила, как она вообще видит свое будущее, ей устраивает это жизнь, ей нравится? Она ведь выросла вот в таких условиях. Да, она выросла в таких условиях, это наложило свой определенный отпечаток, она в свое время, видимо, переела в кавычках этой вот полевой жизни и жизни с мамой биологом, да, вот этой всей романтики. Вот, она совершенно обычная девочка, ей хочется городской жизни, она хочет жить в одном из, в одной из столиц или в Петербурге, или в Москве, учиться там, и сказала, что вот будет добиваться того, чтобы поступить, учиться именно туда. Ее очень сильно манят своими огнями большие города, вот, ей кажется, что там много возможностей, много перспектив, вот, и в деревню она, конечно, не хочет возвращаться, и мало того, она не любит лес, не любит биологию, вот, ей сейчас очень нравится общество знания, вот, то есть какие-то гуманитарные науки такие. Но я считаю, что, в принципе, у каждого человека должно быть право выбора, я не настаиваю. И у меня нет, говорится. Вот, и, да, я и говорю, что главное в жизни быть порядочным человеком, а кем ты будешь, какая у тебя будет специальность, это уже не так важно. И очень хочет она путешествовать, конечно, вот, сейчас молодежь у нас много смотрит, там, «Орел и решка» передачи, да, «Мир наизнанку», совершенно потрясающе, да, мне самой нравится их смотреть, в общем-то. И мир сейчас, он же стал открытым, мы не могли так много путешествовать, как вот сейчас дети. И вот эта молодежь, ну, при наличии финансовых возможностей, конечно, и она, конечно, очень хочет этого, и вот путешествовать, посмотреть разные страны, мир посмотреть, ну, дай бог, чтобы так было. – А у вас есть такое желание попутешествовать? Вы были в каких-то странах? – Ну, мне даже стыдно об этом говорить, но я за границей и дальше Белоруссии и Украины не была вообще ни разу. У меня уже второй загранпаспорт, но хобби у меня такое – делать загранпаспорт и никуда не ехать. – Во мне когда было? Или вам не интересен другой мир? – Мне другой мир интересен, но, во-первых, доходы научных сотрудников, они как бы не позволяют, ну, вот с 30 лет я живу на очень-очень скромные доходы, это очень маленькие доходы, которые не позволяют ездить за границу. Я не хочу приехать туда, а сейчас какие-то требования безумные, там на счету нужно какие-то безумные деньги показывать, что у тебя есть там. Я не хочу приехать туда и чувствовать себя там нищей, потому что там все очень дорого, совсем не так, ну, в общем, не по деньгам это нам, вот, поэтому как бы… – А где вы проводите отпуск? – А вот уже больше шести лет у меня отпуска вообще нет, потому что отпуск… зарплаты маленькие, я вынуждена работать, как и многие научные сотрудники, да и многие вообще не только научные сотрудники, а многие, скажем, работники бюджетной сферы, поскольку зарплаты у нас маленькие, люди вынуждены работать на двух, на трех работах, вот, и поэтому, когда я жила в Смоленской области, в свой отпуск я ездила в Псковскую область, чтобы здесь работать в заказнике, теперь я живу в Псковской области, а в свой отпуск ездила вот в Смоленскую область, чтобы там работать. У меня нет ни каникул, ни больших праздников, ни отпуска, нет вообще, вот, и поэтому работы, конечно, очень много. – Что в ближайшее время, вот, дом Беловая, какие-то что-то будут, какие-то изменения, что-то вы будете там еще делать, что-то, или вы все сделали уже? – Нет, конечно, перспективы, они есть всегда, и хотелось бы улучшений, расширений, потому что, как я говорила, у меня есть мечта, в принципе, это хотелось бы и видеть в России целую сеть аистинных центров, ну, по крайней мере, в тех регионах, где аистов много. В Калининградской области, вот, например, нужен такой аистинный центр, может быть, в Брянской области. Вот, Псковская, она, конечно, оптимальна здесь, потому что мы можем принимать аистов и из Ленинградской области, и из Тверской, и из Смоленской, и из Псковской. Очень удачный выбор, конечно. В целом, хотелось бы достроить дом для волонтеров, чтобы волонтеры приезжали и летом помогали, чтобы у меня хоть какая-то разгрузка была, там какие-то выходные, возможность куда-то поехать, да, потому что сейчас вот в начале июня посыпятся и стяты, и все, я не выездная, мне никуда выехать нельзя до тех пор, пока они не станут на крыло, не улетят. Вот, хотелось бы больше работать с волонтерами, да, но для этого, вот, я же говорю, нужна какая-то база, нужен дом, где они могли бы размещаться. Вот, в принципе, хотелось бы проводить аистинные фестивали, какие-нибудь вот такие мероприятия. Уже в этом году у меня была задумка проводить Дни открытых дверей, то есть не просто принимать экскурсии, а проводить полноценное просветительское мероприятие, где мы бы рассказывали, чем мы занимаемся, что мы делаем, для чего мы это делаем. Вот, то есть вот такие вот занятия для семейных групп, для детей, ну, чтобы, в общем. А у вас есть люди, сторонники, тут и ваша идея, в других областях, где можно открыть дома белого ваше, или только это ваша идея? Мне уже писали из Калининградской области, вот они прочитали, в том числе упоминания про Калининградскую область, что была такая идея на базе национального парка Курская коса сделать вот аналогичный истинный центр. Ну, не знаю, видится ли это что-то с места, получится ли у них воплотить жизнь, ну, было бы очень хорошо. Вот, у меня, конечно, не хватит сейчас на несколько регионов, чтобы еще где-то открывать центр, потому что мне нужно пока что как-то здесь прочно встать на ноги и развиваться, ну, дальше посмотрим. В чем я вам желаю успеха. Спасибо, Марина, за разговор. До свидания. Хорошего вам дня.